всем доброе утро начинаем новый влог а у нас здесь голодающие я ее с утра уже покормила но как только я захожу на кухню она сразу делает вид что это самая голодная девочка на свете а я тоже решила позавтракать и открыла вот эти джимы для сыра сейчас буду пробовать хотела оставить на день рождения но потом чуть попозже расскажу почему не оставила поэтому сейчас нарезала сыр это какой-то по моему брест литовский как-то так называется и первый джем у нас давайте посмотрим это абрикос с ароматом черного перца первым попробуем очень вкусный теперь попробую вот этот этот джем тоже фруктовый так сейчас прочитаю этот уже с манго с кардамоном и куркумой восхитительный вкус прямо чувствуется сладость но не приторная сладость очень вкусные джемы я вам обязательно ссылку на них оставлю заказывала их на яндекс маркете все девчонки я уже накрасилась мы позавтракали и сейчас собираемся сыном магазин за тортиком сегодня просто прекрасный повод для того чтобы съесть торт ровно 27 лет назад четвертом роддоме города красноярска 16 часов 10 минут появился мой бутуз мой родной сыночек весом он был 3 килограмма 750 грамм и рост 53 сантиметра на тот момент это был самый крупный ребенок в роддоме я сама ростом метр шестьдесят три мой бывший муж метр семьдесят девять сейчас сын у меня ростом метр семьдесят метр восемьдесят три вот такой вот он у меня вырос пока у меня там пошел греть машину вы мне часто пишите что я вам как подружка поэтому хотела быстренько рассказать свою историю родов конечно прям в подробности вдаваться не буду но вот 20 октября 1997 года я просто помню как сейчас я проснулась пол девятого утра но мне вообще ставили пдр на 22 число я хотела родить в среду но получилось что 20 октября 97 года это был понедельник я всегда говорила что видно в понедельниках мама родила но потом узнала что в среду оказывается рождаются убийцы не знаю так это или нет но вот читала статистику но не будем обращать на это конечно внимание это все знаете такие предрассудки очень проснулась и пол девятого утра помню шел фильм просто мария у меня ничего не болело вообще то есть я ни в какой роддом не собиралась и где-то часам к 11 я поняла что что-то не так я ходила туда сюда туда сюда мама мне еще спросила лена дочь а что с тобой уж не рожать ли ты собрался грудь нет нет не рожать пол двенадцатого мы все-таки решили вызвать скорую приехал врач осмотрел меня говорит ну ладно давайте отвезем ее в роддом там посмотрим но если что говорит привезем ее обратно забирает меня врач в это время на обед приходит мой папа кстати 9 октября было уже ровно четыре года как нет нашего папы моего папы вот ну не будем о грустном и папа так прям возмутился на врача говорит вы куда увозите мою дочь на что врач ответил за внуком и тогда папа сказал все хорошо за внуком визите уже перед тем как подъехать к роддому я начала реветь я сказал что я не хочу сегодня рожать я боюсь визите меня обратно но все рассосется врач так смеялся грит нет лена уже точно ничего не рассосется мы приехали в роддом до двух часов там все эти манипуляции со мной проводили отправили меня в перед родовую палату потом меня посмотрела заведующая отделение лебедево это было два часа дня мне прокололи пузырь сказали что все я уже практически рожаю меня опять отправили в пред родовую палату и где-то наверное пол четвертого нет не пол четвертого часа в три где-то так у меня начались схватки сначала они были такие небольшие я еще так подумала господи чего кричать когда все так легко и где-то наверное минут двадцать четвертого у меня начались настолько интенсивные схватки скажу честно девчонки я орала просто на все пред родовое отделение мне было так плохо мне было так страшно а в этот день на улице шел дождь и вот уже ближе к четырем часам ко мне пришла знакомая в палату в пред родовую она работала там в этом роддоме подвела меня к окошку гладила мне поясницу и я смотрю в окно а кругом снег я сначала даже не поняла что это снег я стала кричать что я ослепла на что лена мне говорит вот это мой знакомый тоже звали лена лена не переживай говорит это снег ты не ослепла и уже к четырем часам ко мне в палату опять пришла врач и говорит давай я тебя посмотрю и с криками бегом в родовое отделение я побежала туда ровно в четыре а еще почему помню над койкой где я рожала были вес часы и ой девчонки я так волнуюсь если честно для меня это такой день я говорю вот помню как сейчас и на часах было 16.00 я легла пока бахилы на меня надели и у меня прекратились полностью схватки врач спрашивает лена в чем дело я сама не понимаю мне так смешно почему-то стало и в 16.10 родился мой сын вот вообще это уже было безболезненно как-то знаете так раз раз я еще думаю господи да если так рожать дай бог каждой женщины я готова еще пятерых родить ну и вот такие вот были мои роды сейчас вот сыну 27 лет и для меня вот в памяти навсегда останется этот день мне кажется для каждой женщины которая рожает своего первого второго третьего каждый день останется навсегда в памяти ну все девчонки я поехала в магазин возьмем сейчас тортик мы еще заказали суши и не знаю уговорю сына или нет но я хочу еще заехать в литуаль после этого мы заедем за мамой и приедем домой мы решили не справлять день рождения сын не очень-то захотел поэтому это его желание просто посидим в тихом семейном кругу кстати на улице сегодня тепло плюс 4 градуса Женя мы что через ростик пройдем здесь пошли так нам сейчас надо в аллею здесь у нас ростик и столовая съем слона вот он идет мой именинничек мое сердце моя душа красавчик мой любимый Жень давай свечки для торта возьмем смотри да ну Жень ну давай 27 возьмем держи 7 и 2 ну пусть будет ну как это тортик без свечек Жень иди салат выбирай какие хочешь посмотри что есть бери вот они Жень вот они ну возьми пока здесь пойдем дальше посмотрим это по моему гранатовый браслет вот оливье есть а это гнездо глухаря наверное да ну если надо бери его угу ну еще какой нибудь возьми ну ладно второй сама выберем а? второй сама выберем да ты бери любые два мне без разницы я буду суши есть о это какой-то овощной я не знаю не поняла какой? ну или пошли дальше посмотрим может там другие салаты есть пойдем так еще давай фруктов возьмем пойдем фрукты возьмем сразу чтобы нам потом не ходить туда-сюда вот здесь посмотрите как все тыковками оформлено мед есть красота какая прям что будем брать? помыло я хочу помыло надо найти его обязательно возьмем помыло какие а это что такое у нас? мандаринчики с листиком по 179 рублей здесь по 199 марокканские сын ты чего меня бросил? я аж напугалась заблудилась я как-то девочка гадя которая заблудилась ну хорошо давай помыла я сама выберу ну давай вот это вот нет оно какое-то зеленое а? ну я не знаю ну давай попробуем ну давай берем красный он по 159 рублей вот такие какие-то перуанские есть есть марокканские еще вон еще какие-то да много всего девчонки я уже третий день хочу хурму ну вот сейчас посмотрела моя любимая королёк но она какая-то прям мелкая и очень-очень твердая она еще зеленая а я прям хочу вот сейчас но к сожалению она вся мягкая нету хурмы а нет вот нашла одну мягкую это у нас хурма ромашка я такую даже не знаю что за хурма ну наверное возьму несколько штучек на пробу выбирай какой возьмем он какой-то сырный а это мимоза с тунцом не хочешь? венера 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 а вон твой любимый с крабовыми палочками есть так это у нас из морковки с сыром чесноком и винегрет овощной Жень можно вон греческий если хочешь ну в общем выбирай сам сын тебе салат взял мужские слезы а точно хлеб еще нужен вот чем мне Валее нравится у них большой ассортимент выпечки и хлеба посмотрите сколько всего всякие разные есть какой только хотите черный и белый с кунжутом без кунжута на закваски всякие такие вкусняшечки есть булочки разные это все их производство они на месте все выпекают смотрите какая красота и все свеженькое и в принципе цены такие ну адекватные и на хлеб и на все вот на той стороне еще тоже выпечка хлеб очень много подскажите вот этот вот торт на него нет ценника с чем он вот который такой в глазури коричневый а он с чем не знаете вот и мы не знаем а просто на него ценника нету ага давайте армель бисквит на кефире сироп сгущенка прослойка ирис арахис и грецкий орех не я думаю это не очень вкусно не знаю мы все таки решили взять именно торт черемуховый с вишней он нам больше всего понравился или тебе с единорожкой с единорожкой с единорожкой нет давай черемуховым все таки возьмем так ну что мы уже все купили загружаемся женя боюсь тебе сказать а может зайдем в литуаль ну просто послушаем несколько ну там у них новинка вышла я сама сходи не ну пойдем со мной давай мы только понюхаем и все я ничего покупать не буду честная пионерская там у них просто новинки вышли я не могу туда не зайти девочки мы идем в литуаль будем сейчас вместе с вами слушать новинки ароматов там увидела три новинки не 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 покупать ничего не будем мы просто все это послушаем уговаривала себя лена ой как же мне нравится когда заходишь в литуаль вот этот аромат так девочки я пришла вот за этим карлом лагерфельдом который называется руш нанесли мне сейчас вон облотер приятный такой ароматик но чего-то мне в нем не хватает он свежий есть какая-то ягода в этом аромате приятный но мне бы наверное хотелось побольше ванили я же девочка ваниль мне нужно чтобы в каждом аромате была ваниль ну скорее всего нет это не мой аромат хотя смотрела блогеры как его описывают может он потом как-то по-другому раскроется но вот на блутере мне совершенно не понравился и еще вот этот аромат меня заинтересовал Жень прочитай как он правильно называется бандерас да антонио бандерас какой-то абсолю еще секрет абсолю ой понюхай как тебе? нет а мне нравится мне кажется что у тебя такие есть нет таких у меня нет вот именно таких у меня точно нет у меня есть но другие мне кажется очень вкусно пахнет мне кажется здесь есть груша груша и еще что-то такое ладно хочу еще попробовать вот эти квадры айконик это от бушерон сын брызни мне вот эти вот тоже хочу понюхать угу вот в этом антонио бандера знаете есть такая горчинка чувствуется здесь груша угу угу нет ой какое-то лечебное да ой вообще мне кажется здесь что-то какое-то не знаю здесь не лечебное здесь бергамот бергамот ой нет это точно тогда не мое ну мне нравится этот антонио бандерас я хочу его девочки ну полный облом я так хотела послушать этот аромат пп джинс лондон аддиктив ну в общем что-то такое цена за 50 миллилитров 2924 рубля здесь в пирамиде заявлено манго вот мне очень хотелось послушать я не знаю что делать и хочется и колется а покупать вслепую даже не знаю или взять уже ой меня прям разрывают чувства как мне хочется этот аромат решили сыну выбрать какой-нибудь аромат ну а вот этот вот версачи попробуй вот этот тестер если не версачи что-нибудь новенькое такое вообще посмотри и вот нижней же еще можно посмотреть вот этот трусарди а вот этот вот трусарди не знаю ну по-моему вкусно пахнет нет угу а вот этот роша а нет это не роша это что у нас устача какой-то я такой не знаю он он внизу стоял тестер нет дай понюхаю он больше на лосьон даже чем-то похож ну вкусно пахнет да с алоэ что-то такое вот этот аромат похож на сладкую водку с перцем что-то прям такое мне кажется еще какой-то такой здесь то что я вот не очень люблю что-то такое непонятное да на что похоже лимон лайм скорее всего даже не лимон а лайм и мне кажется что-то такое перченое но запах такой в принципе интересный фруктовый какой-то сейчас больше фруктовый фруктовый сейчас все девочки мы уже вышли с литуаль заехали на заправку посмотрите на эту довольную мордочку лица взяла подарок и себе и сыну сейчас поедем заберем маму мою заберем племянника уже скоро должны привезти суши накроем на стол и будем отмечать день рождения сына 49 рублей сейчас уже на 4 рубля у нас бензин подорожал 53 тихо вообще трындец просто а зачем мы соблюдать правила ПДД для кого они писаны видимо не для него почти 54 рубля уже бензин стоит трындец просто какой-то цены растут растут только зарплаты не хотят никак расти зато стабильность полная зарплаты не растут хоть в чем-то у нас в России стабильность все мы уже дома приехал курьер буквально быстренько покажу что мы купили конечно взяли фрукты тортик но и в литуаль у них была акция нужно было хоть что-нибудь купить мы взяли вот такой бальзам для губ сыну 199 рублей и тут же покупаешь делаешь вторую покупку и скидка идет 50% для сына взяли вот такой аромат трусардиома уже весь заляпали пока ехали в машине сын брызгался очень приятный такой я их называю просто чисто мужским ароматом и через некоторое время появляется в нем табачность приятный это туалетная водичка и я взяла себе все-таки этого бандераса это уже парфюмерка в объеме 50 миллилитров со скидкой 50% за этот аромат мы заплатили 2700 с чем-то а за бандераса мы заплатили 1000 это грушевый немного с горчинкой ну конечно нужно будет его разносить но вот на сегодняшний момент я очень довольна этим ароматом зажигалка электричная ой руки у мамы трясутся кто зажгет зажжет точнее но если нет то зажигалкой о видали красотища ну да конечно красиво огонь всегда красиво задний фон у нас конечно не очень там все коробки стоят только что распаковали сели ну давай сынуля загадывай самое сокровенное желание загадана да ну давай задувай свечи и пусть твое желание исполнится хлопайте ура с днем рождения ну поздравляю тебя с днем рождения мой сыночек душа моя мое сердце роднулька моя я желаю тебе в этой жизни только светлых дорог я хочу чтобы тебя окружали настоящие друзья чтобы не было лживых друзей не было предательства в твоей жизни чтобы рядом с тобой была всегда твоя любимая здоровье здоровье тебе просто самого вот что я желаю это здоровье будет здоровье будет у тебя все ну и конечно желаю тебе закончить уже шестой курс стать очень отличным врачом врачом от бога потому что я в тебя верю мы все в тебя верим ты мое счастье я тебя очень сильно люблю спасибо с днем рождения мой хороший спасибо ты мое счастье с днем рождения мой хороший спасибо пока 6